Всех приветствую на моем канале Товар из Китая. Меня зовут Вячеслав. Наконец-то ко мне пришла эта посылка на старте продаж. Я заказывал смартфон Poco F6 и только сейчас она ко мне дошла. Давайте с вами распаковывать эту посылку и смотреть, что здесь внутри, друзья. Вот в таком воздушном матраце пришла посылка. И вот он, новенький Poco F6. Сегодня у нас будет только распаковка и первое знакомство, а потом я попользуюсь и полный обзор для вас сниму. Poco F6 цвет Titanium 8256 по памяти. В такой традиционной желто-черной коробке приходит смартфон. И давайте его с вами распакуем. Первый раз вскрываю эту коробку. Вот так. Да. Наверное, вот так. И вот, что мы получаем из Китая. Так, вначале конверт. Иголка для извлечения сим-слота. Дальше у нас идет китайская документация, юзер-мануал. Чехол. Чехол такой непрозрачный, силиконовый, мягкий. На первое время пойдет. Дальше смартфон. Да, в таком цвет Titanium, как я и заказывал. Как вам такой цвет, кстати, напишите в комментариях. Ну и что у нас еще? 90-ваттная зарядка. От 1 до 100% заряжает за 35 минут с европейской вилкой. Хорошо. Ну и хорошего качества кабель USB Type-C. Да, с такими оранжевыми вставками. Вот такая комплектация. Итак, вот такой смартфон мы получаем. Вес 179 грамм. Задняя крышка у нас пластиковая. Двойной модуль камеры. Основная на 50 мегапикселей. Как здесь написано, можете видеть. 50 мегапикселей и оптическая стабилизация. И 8-мегапиксельный широкоугольный объектив. А также кольцевая вспышка. Надпись Poco. С правой стороны у нас кнопка включения и качеля громкости. Сверху дополнительный динамик. Инфракрасный порт. Микрофон для шумоподавления. Эта сторона у нас полностью чистая. Ну и снизу расположилась перфорация под внешний мультимедийный динамик. Порт Type-C. Микрофон. И слот для двух nano-SIM-карт. К сожалению, нет возможности расширить память. 256 достаточно. Фронтальная камера у нас на 20 мегапикселей. Решеточка слухового динамика. Ну и да, с завода тоже наклеена пленка. Пленка на экран. Давайте его включать. И приступим к первой настройке. Вот пошла у нас загрузка. Если вы не подписаны на мой канал, пожалуйста, подпишитесь и дождитесь полного обзора этого аппарата. А также в комментариях напишите, что вы хотели бы, чтобы я обозрел на этом смартфоне. Как видите, Xiaomi HyperOS. У нас оболочка. И смотрите, какие тоненькие рамочки по краям. Рамочки тоненькие. Здесь нет закругления по краям. Экран плоский, но рамочки полностью тонкие. Давайте приступим к настройке. И я сейчас настрою смартфон. И мы продолжим знакомство. Прошло всего несколько минут. И я настроил основные настройки. Вот такой лента Google новостей. Очень плавное перелистывание. Ничего не подлагивает. Система работает стабильно. HyperOS. Шторка задач у нас. Ну а свайпом вверх все предустановленные приложения. Да, тут куча игр мне подгрузилась в Poco. Потом я это все буду удалять. Google сервисы все на борту. Ну и давайте зайдем с вами в настройки. Так, о телефоне. Итак, ага, сразу обновление здесь прилетело и просит обновить. Но это я потом сделаю. Poco F6 256 гигабайт. Так, 14 андроид из коробки. Обновление системы 1 марта 2024 года. Но это я потом обновлю. 8 гигабайт оперативной памяти. Процессор Snapdragon 8S Gen 3. Это новый процессор с максимальной частотой 3 гигагерца. Ну и версия Android и так далее. Хорошо. Давайте посмотрим дальше, что мы имеем. У нас блокировка экрана. Уведомление. Строка состояния. Рабочий стол. Да, тут можно поднастроить рабочий стол. Сетка рабочего стола. Способ навигации. Да, кстати, надо перейти на жесты. Ой, 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 ой. Не надо мне их изучать. Все, все. Отлично. Дальше. Экран и яркость. Так, есть темный режим, кому интересно. Я отключил автояркость. Есть дневной режим. Есть улучшение текстуры. Цветовая схема. Можно яркие, насыщенные. Ну, я выберу стандартные цвета. Режим чтения отключен. Частота обновления. Я так понял, автоматическая это стандартная. Но можно вручную выставить либо 60, либо 120 Гц. Оставлю по умолчанию частоту обновления. Шрифт. Можно со шрифтами здесь поиграться. А также настройка шрифта. Да, больше, меньше и так далее. В этом Poco молодцы. Дальше. Звук и вибрация. Да, друзья. Здесь много настроек звука. Тактильный отклик. Кстати, тут линейный вибромотор. Чувствительный. Звуковые эффекты. Можно поднастроить. Ну и расширенные настройки. Здесь их очень много. Давайте послушаем звук мультимедийного динамика. И я сейчас включу хотя бы вот эту мелодию. На всю громкость. Да, друзья. Здесь стереозвук. Стереозвучание Dolby Atmos. Молодцы. Молодцы, Poco. В этом поставим плюс. Дальше. Обои. Ну, здесь огромный. Огромный, друзья, выбор обоев. Системные обои. Здесь, смотрите, большой выбор. Как в планшете. Недавно я делал обзор на планшет Xiaomi Pad 6. Там тоже вот эти вот цветы завявшие были обои. Смотрите, какой выбор большой. Ну, мне обои, конечно, нравятся. Напишите в комментарии, нравится ли вам такой большой выбор обоев. Дальше. Темы. Ну, темы здесь на китайском. Можно, конечно, поиграться и подгрузить что-то с интернета. Попробовать. Большой выбор для кастомизации. Отпечатки пальца. Блокировка. Разблокировка по лицу. Это я потом настрою. Безопасность. Экстренные случаи. Приложение. Батарея. Обратная связь. Конфиденциальность. Расширенные настройки. И так далее. Ну, что ж, друзья. Первое впечатление. Смартфон нравится. Давно не было у меня на обзоре Xiaomi или Poco. Думаю, в последнее время, может быть, будет больше таких смартфонов. Давайте посмотрим здесь камеру. Так. При использовании. Так. Ага. Ясно. Ясно. Так. Режим. Профи. Документы. В широкий угол. И 2Х. Можно переходить. Дальше. Видео. Видео 1080. 4К. Разрешение. 1080. 30 или 60. FPS. Так. Хорошо. Ну и стабилизация. Включенная стабилизация при 1080 30 кадров в секунду. А 4К. Нет. 4К без стабилизации, к сожалению. Фото. Фотоформат. 2Х. Переход. И в широкий угол. Переход. Ну и дальше портретный режим. Режим ночь. И режим еще. Дополнительных 7 режимов. Итак, давайте посмотрим, как снимает наш Poco F6. есть. Как обычно для теста, я возьму монету 2 лари. Есть. 2Х. Есть. И широкий угол. Тоже есть. Ну и сделаю фронтальное фото. Есть. Ну, друзья, как-то так. Как-то так снимает наш смартфон. Напишите в комментариях, понравился ли вам этот аппарат. И что бы вы хотели, чтобы я здесь обозрел. На этом первое знакомство у меня все. С вами был Вячеслав. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok.